Доброе утро, друзья! Вот так мы спим. Я вот там, вот где-то там. А вот тут король. У него свои игрушки тут. Вот все правильно. Да, Чарли, тебе удобно? Ты тут игрушку зачем-то притащил, а? Это вот король. Вот так он спит. Да. А как вы хотели? Он любит на мягоньком. Да, на мягоньком он любит. А я там в уголок отползу кое-как. И мне нормально. Да. А как вы хотели? Это же король. Король лир. Это мой король лир. Счастье мое. Своей игрушечкой. Да, своя игрушечка. Он с него в немочку спит. Хлеб привезли. Там вот белая машина. Хлеб привезли. Он специально... У него бибикалка такая специальная. Что-то сегодня, по-моему, жарко у нас. Я только встала. Готовлю там себе завтрак. Ну, завтрак. Пирожок достала из морозилки. У меня пирожки. Я в морозилку запихала с мясом, которые были. Мы их не доедаем. Вот. И лежат, лежат. Видите, хлеб вот так привозят. Либо сами кто-то идут, либо на дверь просто вешают дома и все. И вот достала пирожок с мясом. Сейчас пойду шататься. Король мой, король. Мой король. Я тут платьишко меряю. Оно, конечно, мне мало. Титти там все открывается. Смотрите. Ужас. Ну, нет, конечно, никакого ужаса нет. Но если бы оно было подлиннее, и вот тут вот все так не открывалось, было бы, может быть, и классно. Тут еще этикетка. В общем, титти открывается. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. В общем, как-то так. В общем, ничего я не купила. Села в машину и поеду сейчас за хлебом. В Лидл надо съездить или в Валди. Хочу перепробовать хлеб весь из Валди. Вот. На той неделе мне понравился один костюм. Ну, такой полуспортивный. На этой неделе пошла. Что-то мне уже не так уж и понравился. Странная я женщина. Вот так. Поэтому я никогда вот так вот, знаете, покупаю спонтанно, если мне прям очень-очень что-то прям понравилось, что прям все, я только думаю об этом. Но я об этом костюме тоже целую неделю думала. Но вот сейчас пошла, посмотрела, думаю, тряпка-тряпка, да ну его. В общем, ничего не купила. Сейчас потихонечку зашла до дома, чтобы Чарли меня не увидел. Мне так его жалко. Он начинает плакать. Плачет и зовет. Вот. Но он меня не увидел. Еще смотрела укроп подруги. Что-то нету. Он мне сказал одно место, что там есть. У них завоз обычно по понедельникам. Ну, что-то как-то. Видимо, может быть, вечером завезут. Ну, сказал там в другом магазине есть. В другом магазине, может быть, вечером дойду, когда Чарли пойду гулять. А сейчас вот так вот. Вы знаете, когда вот такой вот... Это как весной тоже. Начинается весна. Ни в чего не хочется из одежды покупать, потому что не знаешь, что у тебя в шкафу. А в шкафу дофига всего. Ну, сейчас такая будет смена климата, скажем так. И посмотрим, что, почем и как. Также из обуви. Сейчас очень большие скидки есть в магазинах. Босоножек, всего на свете. Но ничего этого не надо. В общем, вот такие дела. Здесь у нас Aldi. Здесь у нас Lidl. Там Kiabi и все дела. Я сейчас пойду сначала в Aldi схожу, потом в Lidl. Потом еще куда-нибудь. Да нет. Куда-нибудь уже не пойду. Потому что все, хватит шарахаться. Кушать надо готовить. Видите, у нас на этих самокатах кто только не катается. Ой, задыхаюсь я в этой массе. Я бы знала, что съела мороженое из Макдональдс. Обожаю. Но он закрыт. До 12. Поэтому без мороженого обойдемся. Худеем так худеем, правильно? Ой, смотрите, парковка для собачек даже есть. Ну, надо же. Какое чудо. О, пошла я. Чуть-чуть там, чуть-чуть. Тут набрала в трех магазинах целую сумку. Ну, трындец капец. В общем, Валди. Я ходила за хлебом Валди. Мне бы чего-то там выбор не было. Они, наверное, его пекли. И, в общем, не купила. В Валди я купила дыню. Вытянула на 3,94 рубль. Вот такой вот болгарский перец. Евро 29. Вот три штуки. Он какой-то не очень вялый, что ли. Не пойму. Мандарины захотелось. Хотя сейчас не сезон мандарин. Но что-то захотелось. Они такие классные, такие красивые. Смотрите. Сочные, наверное. Как персик. 2,69 стоит килограмм. Вот такой мармелад. Блин, все-таки от вкусняшек я не могу отказаться. Мармелад обожаю. 99 копеек. Надо попробовать, кстати. Он мягкий. Или, знаете, бывает здесь мармелад, такой не удовешь. Как наш мармелад. А бывает жевательный. Я не люблю жевательный мармелад. Не сильно сладкий. И нет такого ярко выраженного вкуса химии. Вкусный. Валди как дела. Хороший. Он, по-моему, даже, знаете, какой-то. Агар-агар. Это не желатиновый, а агар-агар. Потому что кусается по-другому. Ну, кстати, я один раз делала мармелад из агар-агара такая кака получилась. А это вот классный, кстати, мармелад. 99 копеек всего стоит. Кукурузу. Рубль 69. Два початка. Нет, врук 59. Рубль 59. И все. Магазин вот этот британский, великобританский, где все по рубль 50. Взяла вот такой вот обезжиренный десерт. Тут немного килокалорий. Я посмотрела. Естественно, две воды с алоэ вера взяла. Вот такие арбузные, очень вкусные. Это все по рубль 50. Это рубль 50. Это вот две бутылки за рубль 50. И вот такую гадость я хочу, друзья. Да-да-да. Кофе три в одном. Что может быть хуже? Вот захотелось. Тоже рубль 50. Так, а в Lidl я купила. Ты не Lidl, отвали. Варенье. Малиновое. Так, оно у нас рубль 99. Мясо. Такое еще. Суп хочу. Прям вот хочу суп. Взяла вот на супчик вот такое мясо. Оно у нас почем? 2,79. Вот такой. Здесь, наверное, 550 грамм. 2,79. Свинина. Угу. Мерлуза. Мне это мужа. Он вот такой любит. Без костей. Чтоб без кожи. Прям вот одна мякоть, скажем так, мерлузная, хековая. Она у нас стоит 3,29. И 2,59 вот такой хлеб. Как наш черный. Сейчас буду делать себе кофе. Прям чашку кофе. Я специально пошла в магазин за ним. Потому что мне захотелось, знаете, вкус кофе. Я когда на рынке работала, да-да-да, был опыт работы на рынке. Я когда в Москву приехала, работала на рынке. Ничего такого. Очень классный. Этот, как это? Как его назвать-то? Опыт. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я вам расскажу о своем опыте работы на рынке. Московском. Вам не хухры-махры. Где работала? Что продавала? Продавала я? Ого-го, сколько всего. И вот мы там пили это кофе. Палаточки такие были. И вот мы его хлыстали. Ну, так, знаете, чтобы сугреться. И вот, наверное, вспомнить молодость. Мне тогда было 18 лет. Здесь у нас 12 пакетиков. Кофе. Кстати, я его один раз покупала. Мне уже понравился такой кофе. Представляете? О, блин, что я сейчас буду сегодня... Ой, надо мне заморозилку положить. Куда что-то положить? Ничего. Уже ни хрена. Не умищем. Можно завтра рыбу пожарить? А, нет, у меня аж суп. Суп. Так, у меня есть немного салата. Так, что еще? Грудинка. Не знаю, что мне делать. Я не знаю. Просто, знаете, мне не охота кушать. А когда не хочется кушать, то не хочется ничего. В общем, ладно, буду думать. Может, суп сварю. И сегодня его поем. А пока кофе попью. Вот такие дела. Такие вот у меня покупочки. Пишем в комментариях, если интересно мой опыт. Рыночная. Рыночная торговка ты такая. Я буду сейчас делать себе шаурму. Долго думала, а потом думала. У меня же есть мясо, есть разные салаты. Когда говорю разные, это разные. Вот и с капустой. И такое вот. И сейчас я сварганю шаурму. Для этого я и купила вот эти лавашики. Они, правда, малюсенькие. Но ничего. Мясо уже, в общем, все приготовила. Осталось только собрать. В общем, не знаю, как это все. У меня вот такой есть олеоли. Это чесночный майонез. Вот так вот им набухаем. Ой, это у меня там машинка возмущается стирание. Кетчуп. Вы знаете, я сейчас прям сюда положу сыр, чтобы он расплавился. Так вот. Потом положу сюда. Что положить сюда? Мясо. Нет. Да, мясо. Чтобы оно с этим сыром смешалось. Так вот. Мясо. Эти всякие штуки я не люблю. Это для Чарли. Да, моя сладкая рыбка. Он еще понюхает, подумает. Огурчики туда. Помидорчики. И салатные листья. Мне кажется, это все надо посолить. Потому что что-то как-то совсем не салат. Может быть, туда огурчик добавить. Как вы думаете, для начала их надо открыть. Открываю банку так, смотрите. Поддеваю ножик. Оп. Слышали? Все. Можно открыть. Чтобы воздух вышел. Вот эти самые вкусные огурчики. Вот так вот их тоже порежу. Чтобы дали какую-то солинку. Вместо соли. Блин. Как я это все закрывать буду, правда? Не знаю. Мне кажется, надо побольше майонетика. Правильно? Чтобы это вкусно было. Как это все теперь закрыть? Я не знаю, друзья. Вы знаете? Лавашики такие маленькие. А никак. Значит, будем делать вот так. Вот так будем делать двумя лавашиками. Или не двумя. Или вот так прям. Ай, твою дивизию. Как-нибудь надо закрыть. О! Ой! Поджариться отправляем. Отправился на поджарку. Я его слепила. Из того, что было. А потом, что было, то и поглотила. А потом, что было, то и поглотила. Что-то мне кажется, второй мне не надо. Мне этого хватит. А вот этот будет салатик просто в прикуску. Что-то мяса много нарезала. Такая шурма у меня получилась. Недоделаны. Жареные огурчики. Со вкусом чеснока. Всем приятного аппетита. Вы знаете, Чарли голодным не останется. Он когда хочет выкушать, он так, и там ничего нет, он так лапает по тарелке. Тум-тум-тум. Сразу понятно, что хочу жрать. В общем, я поставила. Сейчас буду суп готовить. Мультиварки. Зачем перец покупала, непонятно. Муж притащил, ему друг дал. Это все говорит экологическое. Эко, эко, органик. Не эко, а органик. Пару огурцов. Два баклажана. И прям вот свеженькие, свенькие, хрустящие. Эти перцы. А сестра передала. Замороженное. Это лечо с мясом, наверное. Фретию по-испански называется. Фретию там. Ну, лечо, как наша лечо, только она, наверное, добавляет мясо. Такую баклажку. Я ей тут недавно целый пакет баклажек отвезла. Таких вот она мне отдает. Там с чем-нибудь. Она говорит, ну вот, теперь это. Надо тебе их опять наполнять. Ну вот. Вот начала наполнять. Ой, уже начинает масло там гореть, что ли, не пойму. В общем, обычно зажарчик сейчас сделаю. Помидорчик. Ой, помидорчик этот. Как это называется-то? Лучок, морковка, перчик. А потом поставлю мясо варить. Такой будет супчик. Что-то хочется супчик. Уже жара спала. И тянет на супчики. Суп вот так готовлю. Соберу все. Зажарка готова. Это картошку нарезала. Из вот такой крупы. Булгур, по-моему, не знаю, что. И добавила чистый коллаген. Чистый коллаген. Помните, я свиные ножки варила. Вот. Я бульон не вылила и не выбросила. Что я, дурак, что ли? Это же для морды лица-то. Ох, как хорошо. Я добавила пару ложек в это. В бульон. Будет у меня приятное, с полезным. А что? Тем более он варился в бульон. Ножки варились там с лучком, с чесночком, со всеми делами. Так это же, смотрите, какой он. Это же пластилин. В общем, да. И ему ничего не будет, потому что он 4 часа варился. Ему что будет-то? Ничего не будет. Пусть стоит. Люди покупают, деньги тратят. Тут все бесплатно. Чью пей, пью чай. А супчик пускай варится. Сейчас пойду у подруги спрошу, пойдет ли она сегодня со мной в путь. Путь-дорожку, фронтовую. Хотя я смотрю там по инстаграму, она где-то гуляет. Точнее не где-то, а видно, где она гуляет, что она делает. Но у нее есть повод. Поэтому надо спросить, может она там нагулялась уже вовсю. И сегодня у нее не будет сил, чтобы со мной заниматься спортом. Ну ладно, вот такие дела. Потому что говорю, потом приду поздно, суп вариться будет некогда. Мне варить суп и опять это все отложится до завтра. Нет, сварю и пусть стоит. Правильно? Мы тут с подругой пришли в фруктовый магазин. Вот это опять штучки продаются. Смотрите, какой инжир интересный. Фрута Дель Дракон. Вот это Кири очень вкусный. Танка там, короче, по зелени ударяется. Вот это тоже что такое, не знаю. Яички какие-то. Корень какой-то. Половина, не знаю. Вот это, кстати, знаете, какой-то рот вяжет невкусный. Сухой какой-то. В общем, мне не понравилось. Но, говорит, муж, надо бы выбирать вот такие самые коричневые. А я по зеленее наоборот выбирала. Укроп есть? Вон, смотрите, пучок валяется. Там у них много всего интересного. И гулять идем сейчас. Всем привет. Все тут укладываю по холодильникам. Сделала три сливки. В общем, затарила холодильник. Супом. Сестра что дала. Еды опять на неделю. Пошла я укладываться. Вернее, монтировать. И какой-нибудь... В общем, в ютубе буду сидеть. Нет. Фильм не хочу смотреть, не сериал. В ютубе посижу. А вам всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok